Конечно, очень непростой. Вообще, когда речь идет о судах, о чисто юридическом аспекте, то не юристам достаточно сложно об этом рассказывать. Я постараюсь изложить суть очень коротко. Во-первых, нам нужно иметь в виду, что юридические международные нормы по правах меньшинства в области образования, конечно, существуют, но и очень расплодчат. И расплодчат они потому, что государства очень осторожно относятся к взятию на себя каких-либо обязательств в области. Это наиболее сложный во всех отношениях вопрос, включая аспект безопасности. Конституционная норма, норма садверсмой о правах меньшинства, тоже сформулирована в самом общем виде. Поэтому самое главное, это как эти нормы интерпретировались. И интерпретации могут быть самые разные. Конституционный суд, как вы, наверное, знаете, это институция, которая имеет право, уполномочена для того, чтобы оценивать соответствие законам Конституции, соответствие подзаконных актов, в частности, правил Кабинета Министров, законам, то есть соответствие нормативного акта более нестового уровня, нормативному акту более высокому уровню. То есть, если парламент проголосовал за какую-то поправку, закон принимается, никто это не может изменить, кроме Конституционного суда. Если Конституционный суд считает, что это норма противоречит Конституции, Конституционный суд может признать эту норму не имеющей силы, в том числе и с момента принятия. Мы попытались проанализировать ситуацию и дать корректную интерпретацию нынешних норм с точки зрения Конституционных норм и международных обязательств Латвии. Как Костя отметил, работала целая группа. Я хотел бы особенно выделить наших профессиональных юристов, Алексея Демитрова и присутствующего здесь Лизу Кривцову. Это было действительно достаточно сложно. Мы во многом базировались на решении Конституционного суда от 2005 года. После первой реформы образования формально наш иск был отклонен. То есть, Конституционный суд не нашел нарушений в пропорции 60 на 40 в средней школе, но сделал несколько достаточно важных выводов, которые мы сегодня используем. И это хорошо, потому что я не уверен, что сегодня Конституционный суд по подобному иску в подобные ситуации принял бы такое же решение. Ситуация развивается, и, к сожалению, интерпретация прав меньшинств не становится более демократической и более отключающей. Но, тем не менее, это решение есть, хотя формально оно не обязательно. То есть Конституционный суд, грубо говоря, может передумать. То есть предыдущие его решения не являются юридически обязывающими для сегодняшнего суда. Тем не менее, это очень важный момент. Мы оперируем к нескольким стадиям Конституции, в частности, статья 112 «Право на образование». Право на образование – это не просто право посещать школу, право на какое бы то ни было образование. Есть ряд международных документов, которые проясняют это право. В частности, факт ООН о экономических, социальных и культурных правах прямо говорит, что образование должно быть приемлемым для адреса. Есть норма дополнительного протокола Европейской Конвенции «Прав человека», которая говорит, что необходимо учитывать религиозные и философские воззрения родителей. То есть, считаться снынием родителей – это не просто жест доброй воли, это юридическая обязанность демократического государства. Мы в своем месте подробно анализируем исполняйца ли этот принцип в нынешних поправках и доказываем, что это не так. Принцип академической свободы применен не только к университетам, но и к школам. Это тоже международно признанный принцип и обязательство государства. Надо отметить, что каких-то универсальных рецептов не существует. В частности, очень важна практика Европейского суда по правам человека, поскольку именно приговоры Стражбургского суда – это единственные акты, которые являются обязательными для исполнения. Все остальное – рекомендации. Но я не беру директивы Евросоюза, но то, что касается международных организаций, занимающихся правами человека, таких как ООН, ВСЕ или Совет Европы, единственные юридически обязывающие документы – это приговоры Европейского суда по правам человека, поэтому они так важны. Еще много лет назад, в 1968 году, Стражбургский суд применил решение по так называемому бельгийскому языковому взделу, где постановил, что государство не обязано обеспечивать публичное образование на языках меньших. Тем не менее, есть и другие прецеденты. Скажем, в деле Кипр против Турции в 2000 году суд нашел нарушение в действиях турецких властей на территории Северного Кипра. Как мы знаем, это территория, которая юридически принадлежит Кипру, но фактически контролируется турецкими властями. Там создана такая непризнанная турецкая республика Северного Кипра. Там существуют школы, которые работают на греческом языке до основного уровня, средние школы на греческом не существует, и суд счел, что это нарушение. То есть ситуация, в общем, похожа на нашу. То есть, ну, это иллюстрирует только то, что суд рассматривает каждый конкретный случай индивидуально. И даже в подобных ситуациях, чем в похожих ситуациях, решения могут быть прямо противоположными. Статья 91, соответственно, это запрет дискриминации. Тут есть очень важный принцип, который можно спорвулировать так. Не только различные отношения, может быть, дискриминационные, но и одинаковое отношение к лицам, которые находятся в принципиально различной ситуации, тоже может быть дискриминационным. Этот принцип в свое время сформулировал Европейский суд по правам человека в деле для минус против Греции много лет назад. И в 2005 году Конституционный суд признал, что да, дети, принадлежащие к национальным меньшинствам, то есть те, на которых родной язык, язык семьи, не является государственным языком, находятся в принципиально отличной ситуации у тех детей, для которых латышский является родным языком. Поэтому одинаковые методы и принципы обучения для тех и других могут быть дискриминационными. Мы доказываем, почему это так. Не вдаваясь в детали, это очень интересный вопрос, там принцип пропорциональности. Единственное, я бы хотел отметить очень важный раздел исто, который написала Елизавета. Один из элементов того, чтобы ограничение было признанным пропорциональным, ведь не любое ограничение, не любое различие является дискриминационным. Дискриминация это не обоснованное различие. И для того, чтобы оценить обоснованность, различие применяется так называемый принцип пропорциональности. Один из элементов принципа пропорциональности – то, что норма должна быть закреплена в законе. Вот в последние годы Конституционный суд нередко применял такой подход, что не только важен сам факт того, что какая норма записана в законе, но важно проанализировать и таким образом эта норма туда попала. Насколько процедура в парламенте соответствовала демократическим принципам. И в данном случае мы доказываем, что это не так. Что на самом деле депутаты принимали решение на основе недостоверной информации, что депутатам не было предоставлено все необходимые данные, что министерство просто регулярно дезинформировало депутатов и относительно ситуации в Латвии, и относительно международных стандартов. Это, конечно, не извиняет депутатов, но тем не менее это дает возможность, дает основания для того, чтобы признать эту норму несоответствующей Конституции. Ну и, наконец, статья 114 «Права меньшинств», которые должны интерпретироваться в контексте правочной конвенции о защите национальных меньшинств, принятой в норме несоответствует целому ряду. Статья этой конвенции, 14 статья, часть 2, это говорит о том, что государство обязано обеспечить использование языков меньшинств в личных школах, если есть достаточный спрос и достаточные возможности. Мы доказываем, что в латвийской ситуации есть и то, и другое, и, соответственно, отказ в образовании на языках меньшинств является нарушением конвенции, и, соответственно, в соответствующей статье Конституции. Ну и, естественно, 13 статья, часть 2, там противоречия совершенно очевидны. Ну и в заключение хочу отметить такой вопрос. Нам действительно нужна помощь и поддержка со стороны педагогов и родителей. В отношении лирических аспектов мы сделали максимум. Но есть некоторые моменты, которые действительно можно оценить только экспертным образом. Какая процедура? Сейчас суд принял, признал иск приемлемым, то есть принял просмотрение по существу, и до 25 сентября ответчик, то есть 7, должен предоставить свой ответ. Наверняка в этом ответе будет упомянутся, что наше утверждение о том, что на уровне среднего образования языки меньшинств могут использоваться, неправильно, потому что есть норма закона об общем образовании, которая это позволяет. Но на самом деле эту норму невозможно реализовать. Действующие стандарты этого не позволяют, новых стандартов нет. Не вдаваясь в детали, это ситуация, которая требует категорического, а не юридического анализа. И вот в этом вопросе нам действительно очень нужна помощь, экспертная оценка со стороны педагогов. Мы намерены в ближайшее время подать в Конституционный суд ходатайство о привлечении экспертов. Закон называет, как пиается на сперс, приглашенные лицами. Мы договорились с некоторыми международными экспертами, нам нужны и внутренние эксперты, которые могут просто пояснить суду, как реально эти нормы могут или не могут работать на практике. И вот с этой точки зрения, конечно, очень хотелось бы работать в более тесном сотрудничестве именно с экспертами, педагогами и родителями. Спасибо. Спасибо, вопрос. Я пачку вопросов, в планете. Может, представляете? Да. Меня зовут Игорь Пажанов. Я родитель, не эксперт. Вопрос первый, если хотите, можете ли вы оценить вообще шансы в Конституционном судебе? Но я пойму, если вы не захотите. Второе, как долго это все может длиться? И если будет какой-то успех в конце, повлияет это как-то на положительный уровень, потому что время идет, и все равно ситуация так или иначе будет развиваться параллельно. И последний в эту тему. Если это последняя санкция, или мы еще несколько че там можем идти? Я вам спасибо. Очень хороший вопрос. Конечно, давайте мы можем делать благодарно. То есть, на один участник судебного процесса не скажешь, что я проиграю. Это не так. Если говорить объективно, дело очень сложное. Это мое пятое дело, которое я представлял в Конституционном суде. Три из четырех уголеводов. То есть, мы не действуем по принципу, не догадываем какой-то собрек. Мы действительно рассчитываем получить максимум. Я считаю, что сегодня вопрос настолько важный, что необходимо использовать все возможности, необходимо подготовить иск и провести процесс максимально качественно, независимо от того, каковы шансы на результат. Что касается сроков, в 2005 году распорядительное заседание состоялось через 9 месяцев после подачи иска, а рассмотрение по существу еще через год. То есть, в мае 2005 года. То есть, тут дело не быстро держится. Сегодня, конечно, ситуация немножко меняется. Подготовлено дело должно быть к 25 декабря. То есть, по решению самого суда, сколько займет времени назначения, рассмотрение дела, пока не понятно. Тут есть еще и другая серьезная... Ну, ладно, не буду давать качественных оценок. Есть один вариант. Суд вправе решить рассмотреть дело в письменном виде. То есть, без публичного заседания, без публичных дебаттов. И раньше эта процедура применялась в отношении таких, ну, малозначительных дел. Но относительно недавно суд стал применять подобный метод. Ну, имеет такое право назначить письменное рассмотрение. И в отношении дел, которые действительно имеют серьезный общественный резонанс. Ну, вот, например, да. Лиза, недавнее дело, вот, в допуске, к выбору, да. Возможности ограничения, участия граждан в Латвии из-за, там, высшего членства, там, КГБ и так далее. Дело очень важное, но оно было рассмотрено без публичных дебатов, закрытого нет. Поэтому, в принципе, есть возможность, что это дело тоже будет рассмотрено в письменном процессе. Ну, в таком случае, конечно, у нас будет возможность ознакомиться с ответом Сейма. Мы подготовили подробнейший ответ на ответ Сейма. И, соответственно, мы будем ходатайствовать все равно о привлечении экспертов о том, чтобы известные эксперты и юристы, и педагоги представили, ну, то, что называется АМИК-экспират. У нас есть договоренности с некоторыми представителями ведущих международных организаций, что уже очень хорошо. И что мы, честно говоря, ожидали, что... Ну, я не буду называть конкретно должности, это все неформально. Но мы ожидали, что эти люди постараются дистанцироваться от этого процесса. Это не произошло. Пока все, к кому мы обращались, сказали, что если суд забросит этот эксперты, то они будут готовы. Это уже хорошо. Но последняя ли инстанция формально – да. Но, тем не менее, конечно, существует возможность обращения в Странбургский суд. Одно из условий – это исчерпать средства защиты на национальном уровне. И вряд ли дел суд действительно считал, что обращение в Конституционный суд является вот этой последней национальной инстанцией, поэтому сделать это надо. Вопрос здесь скорее в другом. Как я говорил, Европейская Конвенция прав человека не гарантирует право на публичное образование на родном языке. Поэтому обосновать нарушение какой-то статей Конвенции достаточно сложно. Навскидку, мне кажется, что можно очень убедительно обосновать нарушения в отношении запрета частных школ. Потому что это право на собственность, там целый ряд других вещей. Но эта штука достаточно опасная, потому что это может получиться, знаете, такой вариант «Зеленого заяца». В истории про художника, который там в своей картине рисовал обродливого «Зеленого заяца», и все говорили, там, фу, ну, хорошо, здесь закрашивал заяца, и все говорили, вот, их совсем другой один. То есть такой отвлекающий манер. Если будет изменена норма, которая касается только частных школ, это, конечно, хорошо, но это не решает проблемы. — Спасибо. Еще вопрос? — Так, сейчас, я потом к вам прийду. — Владимир Павлович, журналист, спутник и родитель. Я, собственно, иногда слышал вашу аргументацию, но в последнем у меня только один вопрос. Когда вы говорите про экспертов, которых вы будете представлять, то совершенно ясно, что и другие партии будут привлекать экспертов. А там, скажем, я сразу же вспомнил, там, вот этот Зеленый Гриф, по-моему, там, учитель русского языка Людмила Сочнина, или как-то вы ее называли, какой-то девиз депутатов, вот. То есть, которая тоже скажет свою позицию как эксперты, и другие партии будут говорить, что эксперты именно те, кого, те педагоги, кого привлекли они. И мне кажется, у них тоже найдутся. Вы уже договорились, вот, как-то доказать, что ваши эксперты экспертнее? Спасибо. — Ну, во-первых, другие партии никакого отношения к этому процессу не имеют, и слова там не положено. В процессе участвуют истец, и отличие. В институционном суде процесс проводится по принципу объективного разбирательства. То есть суд не оценивает, там, кто прав, там, прокурор или адвокат не сидит, сам проводит расследование, сам задает вопросы, сам ищет истину. И с этой точки зрения экспертов будут приглашать отвечать. То есть все. Да, конечно, они будут это делать. Будут приглашены министры, будут приглашены ведущие сотрудники министерства. С одной стороны будет ЦАПЛОКС, который, кстати, в 2004 году очень резко критиковал образование, тогдашнюю форму образования, сейчас он ее защищает. С другой стороны, мы думаем о привлечении таких экспертов, как Элла Папова, которые... Но, понимаете, эксперт, это не тот, который просто говорит, я так считаю, потому что я такой крутой эксперт, вот поверьте мне на слово, нет, эксперт приводит выпадки. Вот в том примере, о котором я говорил, с нормой закона об общем образовании, там, 43-я статья, 2-я, по-моему, которая позволяет использование языков министин в средней школе, мне достаточно просто сказать, что это плохая статья, важно посчитать часы, сравнить учебные планы и доказать, что это просто физически невозможно. Вот это все нужно написать и с расчетами показать судьи. Никакая срочная, никакой другой математику опровергнуть не сможет. Так, последний вопрос. Добрый день. Снежана Варкилев, я выступаю у меня родителя и просто зацедирую свой фонд, который я опубликовала на Кузбухе, благодаря которому я оказалась здесь. У меня ребенок идет в первый класс, школа на 15 меньшинств, и было первое арестивское собрание, на котором я директору задала вопрос, чтобы он человеческим языком нам объяснил, в чем конкретно для наших детей будет выражаться эта реформа. Ответ был следующим, что поскольку не принято ни одного подзаконного акта, которые мы запускали в действии поправки в закон об образовании, то они просто не видят смысла говорить на эту тему, тратить время. И вот у меня в связи с этим вопрос. Что бы это значило? То есть они теперь просто могут замариновать это все на уровне исполнительной власти или что-то где-то по ходу переделать потихоньку? Вот спасибо большое. Ну, эта ситуация касается не только вот этой части реформы, которая касается языков, она касается всех многочисленных, почти всех многочисленных реформ, которые проводит министерство в последние годы. Действительно, норма закона принята, подзаконных актов нет, школы не знают, как работать. Ничего другого директор ответить не может в принципе. Директор обязан исполнять закон. Поэтому тут как бы какие-то претензии выдвигать к администрации школ, я думаю, что это стрелять себе в ногу. Насколько я знаю, стандарта содержания еще нет. Там две проблемы. То есть что такое подзаконный акт? Вот эти самые стандарты образования. Учебных программ таковых уже нет. Давно произошел переход учебных планов и программ к стандарту образования, которые по идее, по первоначальной идее, которая обсуждалась в начале 90-х, если я хорошо помню эти дискуссии, предполагала, что они будут задавать результат на выходе. То есть что нужно обеспечить? Как достичь этого результата? Решает сама школа вместе с родителями. В этом тогда, в начале 90-х, заключались вот эти идеи демократизации образования. К сожалению, все это через несколько лет выразилось то, что мы имеем сегодня, но название стандарта по-прежнему осталось. И вот эти стандарты, собственно, и определяют, как школе работает. И этих стандартов действительно нет. И для нас это тоже представляет определенной сложностью, потому что, когда мы критикуем за норму закона и доказываем, что она не соответствует ряду статей и конституции, нам говорят, а вы применяете существующие стандарты, они не будут действовать, будут действовать другие. А что будет написано у других? А их еще нет. Это увидите, и все будет хорошо. Поэтому да, это объективная проблема. Формально поправки, что по аксилу с 2019 года, то есть как бы еще один год на раскачку есть. Ну, то есть там разные нормы, вступают в разное время, там какие-то раньше, какие-то позже, но самый близкий – это 1 сентября 2019 года. 2019 года. Да. Поэтому формально как бы год еще и есть. Но реально мы все себе представляем, что такое реорганизовать систему образования в соответствии с основами стандарта. Это нельзя сделать за неделю, это нельзя сделать за месяц. Это требует многолетней, серьезной работы в любом случае. И, конечно, в очередной раз министерство ведется совершенно послински по отношению не только к родителям, но в первую очередь именно к администрации школы учителям, об этом тоже можно говорить. Поэтому, ну, отвлекаясь немножко от юридических моментов, давайте не будем как бы критиковать учителей. Понятно, что директора, вот первый представитель государства, представитель власти, с которым мы встречаемся, но директора еще в худшем положении сейчас. Я не вечно шла о том, чтобы критиковать его. Нет, я вам ответил, это же на вопрос, да? Мне показалось достаточно развернуто. Спасибо. Борис, еще, еще тем, просто, ты в хаун, в топе. Еще несколько вопросов. Добрый день, Константин Лошан, породитель. Вопрос простой. Возвращаюсь к юридической теме. Какие именно нормы оспариваются в вашем иске? Оспариваются, например, правила кабинета министров, принятые год или два года назад, которые требуют проведения экзаменов только на латышском языке, что прямо противоречит решению институционного суда 2005 года, которое было применено. Спасибо. Нет, мы оспариваем только поправки закона об образовании, закона об общем образовании, которые были приняты в марте. Что касается... Ну, это интересная интерпретация. Я бы, наверное, все-таки так категорически не сказал. То есть, суд допустил, что возможна сдача экзаменов и на государственном языке меньшинств, но он сказал четко, что сдача экзаменов на языке меньшинства это неотъемлемая права близко надлежащих меньшинствам. Эта тема можно спорить. Ну, то есть, тебя интересовало, что мы оспариваем? Мы оспариваем, беременную норму законов. Ваши концерты... Так, еще два только первые и последний новый вопрос. Два вопроса. Добрый день. Меня зовут Суфанна Казберик. У меня такой вопрос. В настоящее время, уже в течение какого-то времени, мы снимали, не готовится учительский состав на русском языке. Насколько этот аргумент как бы опрокидывает вас? На самом деле, это очень серьезный аргумент. И, скажем, рамочная конвенция о защите национальных меньшинств предусматривает обязанных государства готовить и учебные материалы, и кадры. Мы привлекали внимание к этому вопросу неоднократно. Ну, ответ был такой, что в Матвейском университете есть отделение словистики, то есть готовятся учителя словищества, русские языки, русские литературы. Что касается других учителей-предметников, ну, ответ был такой, что у нас единая система образования, в педагогических вузах вообще специальность у учителя получают, и люди, для которых родным языком является русский язык, гораздо меньшей степени люди с другим языком. Да, конечно, если, допустим, у девочки родной язык русский, она там же получает специальность учителя математики в матерском языке, они могут быть проблемы с преподаванием на русском, но разрабатываются методики пилингвального образования, для учителей проводятся курсы пилингвального образования, в частности, Авиапапа очень активно этим занималась, и надо сказать, что действительно довольно много было сделано. Но последние реформы, которые вот так вот вдруг с потолка упали, они полностью разрушают эту систему, именно поэтому профессионалы, какие-то, как Ажапаповы, или Бриней, выступили в таких дней. Это аргумент серьезный, по существу, но, к сожалению, пока что на международном уровне нам не удалось доказать, что это так. То есть аргументы правительства, но примерно такие, как я только что пересказал, оказываются убедены. Спасибо. Министерство, журналист, продал Мехнюс. Борис, вопрос такой. Вы в своей речи говорили, что министерство, оно дезинформировало депутатов. Можете привести конкретные примеры дезинформации? Да, например, господин Шадовский, поступая в Семьи, заявил о том, что выпускники сегодняшних школ, буду использовать юридическую терминологию, школ, реализующих программное образование национальных меньшинств, не конкурентоспособны на рынке труда, что они не могут поступать в латвийские государственные вузы. Мы потребовали привести цифры в письме, никаких цифр он не привел, ответ был такой, что вузы, в частности, не ведут статистики. То есть вузы не знают, кто из их учеников, язык студентов заканчивал такую школу. Не совсем так, потому что там есть как-то вступительные проверки по латвийскому языку, тем не менее, доказать этого не может. Мы быстро доказываем, что ситуация прямо противоположна. Зато в другом ответе на наш депутатский вопрос господин министр привел данные о результатах централизованных экзаменов. Оказалось, как просто уже отмечал, что на самом деле выпускники школ меньшинств лучше сдают на экзамены по естественным предметам, чем выпускники латвийских школ. Но там, конечно, очень много есть градации, там надо смотреть город, там село, районные и так далее. Но в целом, да, примерно на 10% в среднем хуже результаты полотыша. Что, в общем, вполне естественно, но это совершенно не доказывает того, что эти дети некомторенно способны на рынке труда. Ну и я уж не говоря о мелочах, типа таких там, как заявления министра Стрибоги, что Латвия единственное государство, которое обеспечивает публичное образование школ, данные языки обучения. Это откровенная неправда, потому что есть целый ряд европейских государств, которые делают то же самое. Вообще, общий принцип, который закреплен в Рамочной конвенции, это размер имеет значение. Можно посмотреть с другой стороны, нет ни одного государства, в котором национальное меньшинство составляло треть жителей и при этом не имело полноценной системы образования на родном языке. Вот это действительно уникальная ситуация. Поэтому там было достаточно много дезинформации, я думаю, что мы все это будем использовать уже не столько в иске, сколько в дебатах в Конституционном суде, конечно, если суд решит рассмотреть наш иск в открытом соседе. Спасибо большое, Борис, за отступление такое. Надеюсь, мы...